Как обычно, с понедельника по пятницу в эту студию, в программу живые, приходят живые люди, живые музыканты, и, само собой, беседуем мы с ними о том о сём, и играют они свою замечательную музыку, что очень важно. Кто-то из музыкантов малоизвестен широкой публике, кто-то более чем известен и популярен. Вот сегодня тот случай, когда особо-то представлять человека мне не придётся. Он сам себя представит просто потому, что это Джанго. Спасибо, ну вот так. Здравствуйте. Привет. Во-первых, спасибо тебе огромное за твоё участие в недавнем мини-фестивальчике, который прошёл. Это было потрясающе. Народ кидал чепчики. Ну, если да, мы. Парни тебе просто сжали руку, и было ощущение, что обнять хотят тебя все, со всех сторон, подбегающие, желающие фотографировать. Спасибо тебе за это огромное. Давай вот что. Мы сейчас должны сразу понять, как всё звучит. Споёшь что-нибудь, а потом мы уже, естественно, начнём наш разговор. Сегодня Джанго один, но этого достаточно. Он и гитара. Этого более чем достаточно. Хитов сегодня будет немеряное количество. Так, с чего ты начнёшь? Потому что мы очень быстро сегодня как-то настраиваемся. Ну, правильно. Что-то тянуть-то, господи. Да, мы же профессионалы, в конце концов. Так, с чего бы начать? Чего-то шумного такого, да? Давай. Давай что-нибудь шумное. И где только по вечерам наше не пропадало, Раз хохоча пополам холода. Кто до зариск горяча, надо, не надо, кто так, заодно, иногда. Повеселее-ей-ей-ей, алле-я-ей, все лето на 17-я аллея. Повеселее-ей-ей-ей, алле-я-ей, я ждать и расставаться не умею. Где для меня береги первые слезы Руки ручьи пеленая в лучи И только приблудой Юль Беловолосый ее кричит Приручу Повеселей ей-ей-ей-ей Али-али Все лето на семнадцатой аллее Пока чудят слышнее у фонари Я ждать и расставаться не умею Не дождешься ответа Беспризорного лета Сколько песен не спят, а ну и ничего Огоньки, сигареты Грустью плечи согреты Не ищи огня там, где нет его Повеселей ей-ей-ей Али-али Все лето на семнадцатой аллее Повеселей ей-ей-ей Али-али Я ждать и расставаться не умею Повеселей ей-ей-ей Али-али Все лето на семнадцатой аллее Повеселей, ей-ей, ей-ей, алле-алле Я ждать и расставаться не умею Я ждать и расставаться не умею Как-то так Красота Ну, в общем, начали мы с одного из самых, мне кажется, известных хитов Хотя трудно сказать, какие самые известные у Джанго хиты Что не альбом, то хит на хите Я всегда удивлялся, как тебе удается сочинять такое количество песен, которые расходятся в народ, но практически моментально Более того, каждая из песен по-своему эпохально Вот для меня, например, ты начался, и даже сейчас не могу вспомнить, когда это было В каком это было году, и что именно, с чего я начал фанатеть, как говорят на Украине, фанатеть за Джанго За, да За, за обычно, да Я вам не скажу, за всю Одессу За всю Одессу, да, вся Одесса очень велика Это было очень давно Это было очень давно, даже страшно признаться Наверное, холодная весна все-таки это была Конечно, да Наверное, холодная весна была Что интересно, что началось это не с холодной весны, а с папагана как раз У тебя Кстати, между прочим, началось именно вот как-то с нашего радио Вот, когда-то Ну, сейчас у нас же теперь свое радио, у нас, в общем-то, эволюция Все, да, у нас все меняется в этой жизни Но началось достаточно давно, и слава богу Слава богу, что началось, потому что аудитория наша должна понимать, что такое Что такое, кто такое Джанго Давай вот что, я сейчас сообщу прежде всего, напомню, как с нами связываться, это важно 4647, это короткий номер для смс-очек ваших Сначала пишите свои, делаете пробел А потом уже все, что хотели бы сказать по поводу эфира сегодняшнего группы ВКонтакте Официальная группа своего радио Там все есть, и фотография с анонсиком И, собственно говоря, в тексте анонса Джанго выделен синим, и, значит, активная ссылка Кликаете и оказываете в сообществе у Алексея Это тоже важный момент Далее, картинка, картинка, вот что важно На сайте своего радио, своярадио.фм Есть сверху плеер, слева в плеере аудио Онлайн-аудио, справа онлайн-видео Нажимаете, и тут же Планета.ру представляет вам возможность посмотреть на все, что в этой студии происходит сегодня Там же есть чат, куда тоже можно писать Ну, в общем, все возможные варианты для коннекта Я вам рассказал Теперь вот что Мне всегда было интересно, откуда Творческий человек — это всегда такая вселенная Которую весьма-весьма сложно понять Уж прости за нескромность Я и к себе это тоже отношу Потому что раз появилась мысль неожиданная Хлоп, и эта мысль становится каким-то реализованным проектом Но я никогда не писал песен И для меня всегда это была абсолютная загадка Просто потому что написать стихи, помнится, в школьные годы Влюбленные пионеры Ну, это нормально Писали стихи своим, так сказать, дамам сердца Какую уж хрень мы писали Скажу я тебе по совести Кровь-любовь, ну, обычная, да, такая вот тупая рифма Но казалось, что это практически гениально Потому что ты же душу раскрываешь И с тех пор я в неком недоумении Читал стихи всегда И пушкинские еще в школьные годы Кого только мы там не проходили Никогда меня стихи особо, честно скажу, не цепляли Правда Пушкин? Никто У Пушкина замечательный слог, замечательный стих Но проза мне всегда нравилась больше, чем стихи Признаюсь в этом абсолютно честно Но шли годы С годами я стал понимать Что стихотворчество Это, в принципе, творчество Гораздо более сложное, чем проза Просто потому, что нужно, как в прозе, выразить мысль Более того, еще зарифмовать ее так Чтобы это не было пошло И банально В плане рифмы Скажем так Но в стихах не всегда есть мысль, как говорится Я скорее бы сказал, что поэзия Это вопрос состояния больше, чем мысль Ну, в общем, да, согласен Согласен с этим Хотя у кого как? У Гомера У Гомера? Давай начнем с Гомера Эпос, да Давай начнем с Гомера Так вот, в годы Гомера Как ты сочинял песни свои, расскажи мне, пожалуйста Ты имеешь в виду в 13 лет? В 13 и так далее Ой, нет Я же малчик из Киева Поэтому у нас была такая история Что мы все время хотели звучать, как у них Ну, естественно Да, и нас это довело до Цугундера, как мы видим Чтобы как у них Хорошо, что я вовремя опомнился и стал сочинять Как у нас На нормальном языке Но это произошло не сразу Это был такой очень длинный эволюционный процесс Я пробовал по-русски что-то писать, когда играл, где-то мне было лет 16 Я играл в местной банде Ну, то есть, но тогда это было такое очень интересное образование Тогда только все начиналось Это был какой-то в 80-й какой-то, там, не знаю, третий, может быть, год, четвертый Вот, и мы старались, конечно, изображать всякие рок-группы Всякие там Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin Вот, если получалось Pink Floyd Вот Ну, слушали много чего, на самом деле, музыки В основном, конечно, естественно, за бугорной Но играли и советские всякие песенки, значит И я помню, когда и Кузьмин был, значит, и Лоза был у нас в репертуаре Еще чего-то там только не было Кого еще, да, кого только Да Ну и пробовали сочинять тоже свое Но получалось как-то так очень все сложно и очень многозначительно Потому что все же любили Pink Floyd Поэтому нужно было насочинять такое в стиле Кинг Кримсона что-то И мы там, в общем, экспериментировали со всякими размерами Там тринадцать-восемнадцатых с акцентом на седьмую и на девятую доли Вот Ну, такая музыканская такая юмор Я понимаю Вот И с гармониями там и все такое Нам казалось, что сложная музыка и такая очень многозначительная вселенского масштаба Значит, кровь-любовь, вот эти все смыслы Это самое то, что надо То есть в шестнадцать лет оно как бы и кажется Правильно, я тебя с этого и начал Да, то есть слова должны быть непростые И такие все, ну, пронизанные как бы Ну, то есть любовь или смерть То есть все, в принципе, то есть нету третьего ничего Ботинок-полуботинок Ботинок-полуботинок, это рифмы Да-да-да Мы переходим к рифмам Да-да Кеды-полукеды у нас это более практиковало Тогда не было, да-да Кеды-полукеды Вот, так что Это можно назвать таким первыми пробами И совершенно как бы смешными, конечно Вот, а то, что сейчас вот происходит То, что сегодня я там пою и вообще Это уже так, это уже где-то там лет двадцать восемь Это все началось так Даже ближе к тридцати Угу То есть поздний ты Я, да, я это Поздний, поздненько созрел Поздненько Ну хорошо Все еще зрею, я надеюсь Какой у тебя альбом по счету-то уже вышел? Да ну ладно по счету Давай посчитай Третий там, ну это так, если считать Как третий, почему-то Переизданием Ну да, то есть, ну вообще второй, да Как третий Третий альбом, да Мне казалось, больше гораздо Да, серьезно? Ну столько песен Да песни-то есть, но они как бы Я просто стараюсь не выпускать Ну как Оно у меня не сочиняется Оно либо сочиняется и получается в общем хорошо Ну как мне кажется Либо оно не получается вовсе То есть, ну есть песни, которые мне кажутся хорошими Но они не очень удачными Это не очень удачно Это бывает Вот, но в основном получается так, что Я тебе скажу так, по секрету Я когда готовил Ну скажем, плейлист Только-только мы запускались Я, естественно, само собой Твои песни тоже для эфира отбирал Мне было невероятно сложно Вот, клянусь тебе Отобрать не все, что у тебя есть на альбомах А что-то хотя бы так в сторонке пока Отложить и оставить Я говорю вот как есть На самом деле Я не знаю, как ты относишься к хитам Что ты называешь хитами То ли у меня есть какой-то внутренний Не знаю, такой датчик Который работает на Джанго Я сейчас искренне совершенно говорю Вот мне было невероятно сложно Выбрать некоторое количество песен Так, чтобы не весь плейлист завалить Только одним Джанго Для того, чтобы как-то эти песни отобрать Правда Я тебе говорю об этом совершенно честно Как есть Поэтому не зачем скромничать Мне кажется, все у тебя в порядке Поэтому меня всегда удивляло Как ты умудряешься сочинять Песню за песней Которые в итоге могут стать хитами Просто вот в лед Это, видимо, дар божий Так что ничего, что ты начал в 30 Главное, живи долго Ну, позже начали, позже закончили Я надеюсь Давай попоем еще Что будет дальше? Вообще-то хотелось бы, конечно, сегодня Ну, наверное, не прямо сейчас Но хотелось бы пару песен таких исполнить Которые редко бывают в эфире Вот отлично Если можно Конечно, можно, нужно Потому что хиты хитами Хотя я тоже не совсем понимаю, что такое хит Ну, хит это скорее Скажем такое, что Вязнет в зубах и в голове И в мозгу И не отпускает тебя вообще И всякие Я тебе скажу Я тебе скажу С вами Познер Я его фразу запомнил на всю жизнь Он сказал, что если Тоже поздний Тоже поздний Познер тоже очень Он стал известен вообще в 50 лет Надо сказать На телемосте Был телемост Ну, поздний СССР США И он его вел Ему было полтинничка уже Вот тогда он стал известным в стране Между прочим Вот он сказал как-то фразу Что если в течение года В прайм тайм На главном канале страны Показывать лошадиную задницу То через год Лошадиная задница станет Очень популярной хитом Так что вот это и есть хит Ну, пожалуй, да Давай петь Так, хорошо Значит, споем, наверное Вот эту песню Хорошая, судя по всему Вот эта песня Как называется? Вот эта песня Называется Называется «Босая осень» Ну, наконец-то Что мне до того Что одетые в нюм Тонут города В пыли радио вон То холода Гуляют от души То заплачут звезды Малыши Босая осень Ты выручи меня Ты выручи меня Приюти меня Не ругай За зря Босая осень По вьюгам сентября Я любовь свою порастерял Босая осень Босая осень По вьюгам сентября Что нам по нас По нас загадывали там Вспомним, да И дворами по домам Вздох телефон Врут календари Выгляни Поговорим Босая Нацию Ух... Ух... На-на-на-на-на-на На-на-на-на... В небо костерки Не горят стихи Я знаю Босая осень Выручи меня Приюти меня Не ругай за зря Босая осень По вьюгам сентября Я любовь свою порастерял Босая осень Ты выручи меня Приюти меня Не ругай за зря Босая осень По вьюгам сентября Я любовь свою порастерял Босая осень Босая осень По вьюгам сентября Я любовь свою порастерял Заметил, как дружно аплодирует студия сегодня Спасибо большое Джанг здесь И это я на всякий случай напоминаю Если вы вдруг не узнаете его голос Рома Усольцев вот что написал Привет всем С исполнителем связано много приятных воспоминаний Когда вышел альбом «Была-не-была» Он очень надолго поселился в машине И всегда спрашивал Скрашивал нам дальние поездки Отличные песни Которые никогда не было желания переключить Или перематывать Огромное спасибо за творчество Ален Мален Спасибо А вот меня Во все холодные времена Согревает музыка Джанго Под прекрасную песню Босая осень Прошла осень Весна 11-12 годов И по сей день Когда становится холодно внутри Слушаю именно эту песню Значит Максим Зверев Вопрос в группе Пишет он Очень нравятся песни Лето на 17-й аллее Другая жизнь Как написались эти произведения Ну давай отвечай И кстати еще Можно я тебе вопрос задам Сразу который больше не буду задавать Ты почему сегодня один Где группа? Группа отстала На перевале потерялась То есть за рубежом осталась Да За бугром За бугром Вот все Ответ дан Итак Как написались эти песни С чем они связаны Действительно ли есть какая-то связь В названии В тексте Почему лето на 17-й аллее? Ну 17-я аллея Это очень удивительный образ На самом деле Там с этой песней Как раз связана Такая забавная история Я вдруг нашел эту строчку Лето на 17-й аллее То есть Во-первых Звук Да И не аллея Мне Эй-ей-ей Такое хотелось Да Что такое Эгегеи сделать Да И получилось Из этого эгегея Получилось Лето на 17-й аллее Я думаю Ух ты Как классно полез Я в интернет Думаю Наверняка Что у кого-то украл Так оно и оказалось Значит Да Есть такая Скажем так Поэтесса-любительница Я до сих пор помню Ее имя и фамилию Ольга Генцлер Вот Но она просто Публиковалась На стихи ру Или еще где-то там И у нее была Это 17-я аллея Но там было не лето На 17-й аллее Там было Что-то Просто Наша с тобой 17-я аллея И еще что-то такое Да И тоже очень интересный Был образ И я понял Что Я не буду Скажем Выбрасывать эту строчку Просто Ну потому что Написала Ольга А сделал наоборот Думаю Раз она нашла Эту 17-ю аллею То и я ее увидел Значит ее никто не видит А мы вдвоем Ее взяли и увидели На двоих Аллею на двоих Аллея на двоих Вот И поэтому Поэтому вот Эта штука получилась Исходя из текста И исходя из Какое-то такое Настроение песни Вдруг возникла идея Записывать ее Вместе с сербскими Трубачами То есть это же песня Это я один тут приехал Так сказать Почему именно с сербскими А потому что Вот никто больше Так в голове сложилось Трубач должен быть сербским Как и аллея 17-й Да-да-да Как аллея 17-я Таков Ты ставишь себе Сложные задачи Я тебе скажу Ты себе ставишь Ну дело в том Что я до этого был В Белграде И был в Гуче Там есть такой Замечательный фестиваль Там собираются Все оркестры Эти цыганские Да Все ходят Играют Так не играет никто То есть Играют либо В Южной Сербии Либо Немножко часть Румынии И немножечко Молдавии То есть Но они все равно Отличаются Но самые крутые Это сербы И вот Мы каким-то образом Чудесно вышли На Бобана Марковича А это Суперзвезда Там вообще Мега Это местный Иосиф Кобзон Вот Даже внешне Да Кстати Он тоже черный Кучерявый Нет Кобзон давно не кучерявый Ты не видел Кобзона Без Я в принципе Живьем не видел Да Ну я нет Живьем-то нет Я не о том Без прически Короче ты его не видел Нет Вот так скажешь Нет Ну Я все хорошо Кобзон человек в костюме И в накладке Это же на всю жизнь Так станет Да Конечно А Бобан я надеюсь Со своим Ну Бобан кучерявый Он такой Он цыган Да Кучерявый Да Но он еще кучерявый И он такой Он такой черный Он похож на немножко На гойка митича Такого Да Но только немножечко Так сказать Ну постаревшего Немного Без огромных бицепсов Немножко потасканого Да Необъезжаемые Сердки Серьезно Они классные С годами мы все потаскиваемся Что делать то Это нормально К сожалению Увы Да Да Ну хорошо Поношенный немножко Вот Поношенный И Ну веселый Да С годами только расстается Что радоваться Господи Чего еще Так И чего Вот Мы приехали туда И записали Ну записывал его сын Марко Маркович Он в общем-то Снимался Так у стурица В одном фильме И это было очень весело И как-то это все Спаялось в эту песню И совпало И тексты И трубы эти Значит Сербские И так далее Так что песня Так что песня В общем с интересной Историей И строчки Там Да И И самой Ну вообще Записывали вообще В Македонии Еле туда попали Потому что В общем-то Виз у нас не было Пропустили просто потому Что подумали Что мы едем с Евровидения И сказали Типа Руси Ну типа Русские Русские Да Евровижн Евровижн Хорошо Бах-бах Печать Печать в паспорта Я теперь знаю Как в Сербию Проезжать без проблем Я в Сербии Мы как раз Виды получили Записывались мы В Македонии А в Македонии Потому что Им туда ближе Они приехали На таком Цыганском На цыганской Тойоте Такой Вот А чем отличается Цыганская От японская Извини Ну я так Для себя что-то Ну цыганы Вообще Они очень интересные люди Они сразу Присваивают все себе То есть Когда мы уже Песню эту дописали Они Они пели уже Как свою Да То есть Они уже разучили партии И готовы были Тащить в народ Спокойно совершенно Я тебе скажу Почему В России вообще традиция Цыганские песни Все считаются русскими Ну конечно Цыгане с медведями Это где? Это в России Матушки Так само собой Они и твои песни За свои принимают Вот у них там Жалко медведей Нету Почему нету? Нету в Сербии Нету в Македонии Совсем нет в Сербии Ну не знаю Ну вот и у нас они есть Но уже Какая-то Как бы у нас такой Как это называется Стереотип Мем Мем такой Да Ну это называется сейчас Мем Да-да-да Надо завести медведей В Сербию Делов У нас их много Рина Тетова Вот что пишет Есть чем заняться Так естественно На старости лет Вот я теперь знаю Чем буду заниматься Когда уже закончу Работу на радио Я буду завозить В Сербию медведей Так здоровски Прям до мурашек Умеют только Яшин и Джанго А в данном случае Она говорит Алеша Яшине Грубка Сижу тащусь От голоса подачи текстов От всего в общем Песни в моем личном плейлисте Имеют свойство Долго висеть Потом исчезать По мере изменения Моих взглядов на жизнь А вот их песни Ну то есть Твои и Яшинские Побили все рекорды И пока пользуются Популярностью Среди моих Извилин Не знаю с чем связано Видимо песни были и есть И всегда будут актуальны Вопрос Есть ли поэты Писатели Которые оказали влияние На ваш текст И творчество Спасибо за то Что вы делаете Да конечно Были такие Вообще Все это спровоцировал По большому счету Велимир Хлебников Как это не удивительно Немножко удивительно Да Немножко удивительно Но Я начал им зачитываться И провалился В русское слово Через него Через Хлебникова Я потом стал понимать Блока Потому что Поэзия Это состояние Это восторг От словосочетаний От звука Правда Это звук Это вибрации Которые Через мимо сознания Даже пробегают Это просто красиво И эта красота Вас трогает И начинает Как бы С годами Я это тоже понял Я же говорю Что в юности Не очень понимал С годами Ты стал понимать Ну да Мы все время Искали какой-то смысл А дело не в смысле Есть вещи Выше смысла Да То есть Есть любовь Да Есть чувства Какие-то Великие переживания Вот И все это может быть Отражено в поэзии То есть Хлебников Хлебников Да конечно Ну и пошла Вся серебряная братья Значит Ну блок Маяковский Я обожаю Маяковского Где-то до 16-го года Там дальше он Так сказать То есть ты будешь Обожать его до 16-го года Я понимаю Кстати сейчас 15-го Скоро Я имею ввиду 16-го к того Которого Я понимаю Да То есть они отложились Они собственно Сформировали Да Твое мир Поэтическое Мироочувствие Я в общем Читал разных И Брюсова И потом я Закончил конечно Этим Бродским Бродский мне кажется Уже довел до совершенства Все то чем В общем Занимались В серебряном веке Все это собрал Сконсолидировал И в общем-то И мы получили Вот это Но он очень Скажем Достаточно интеллектуальный Это с песнями Никак не сочетается То есть песня Не может быть интеллектуальной Поэтому мне Некоторые исполнители Скажем Не нравятся Почему не может быть Песня интеллектуальная А Ленин всегда молодой Это что не интеллектуальная Нет это не интеллектуально Это Это картина такая Величественная Я шучу Но как песня Может быть не интеллектуальная Подожди Ра-та-та-ту-ту-ту Конечно Еще как Это муж И учил Хлебников Так сказать В голове моей Опилки Да-да-да Страшилки Это тоже интеллектуально Между прочим Когда человек с опилками мыслит Это надо понять Насколько это возможно Ты понимаешь Для человека без интеллекта В принципе Мне кажется Ответа на этот вопрос Не существует Надо быть Обладать потрясающим интеллектом Чтобы составить Один образ с другим В голове моей опилки Но я при этом Что-то там где-то даже И неплохо сочиняю Ты понимаешь Так что зря В опилке Да Давай споем Что-нибудь Так ну что Надо спеть А то я сейчас начну умничать И сам Просто запутаюсь Да Я тебя поправлю Если что Я с интеллектом тоже так В сложных отношениях Что это будет Так давай Наверное Ну споем вот эту песню До тебя Можно так Погнали А слушай Я как будто бы Суевосия начну Другая песня Ну ничего тебе можно Твои же песни А живет когда Безымянными перронами Вода И пойдет река Огнями берега Ты узнай меня Ты узнай меня Вдали веселого Обратно домой Веселее всегда До тебя До тебя До тебя Мне откуда было знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы глядя в небеса Снова Снова На Начевать Ты узнай меня По заброшенными Перегонами Ты узнай меня Веселого вдали Полетят Полетят Над Исколотым Огнями Холодом Обратно Обратно Домой Ранние Журавли До тебя До тебя Мне откуда было знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы глядя в небеса Снова На Обратно Домой Веселее Всегда До тебя До тебя До тебя Мне откуда было знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы глядя в небеса Снова Нам Оживать Снова Нам Оживать На Вот совершенно не наделенная никаким интеллектом песня Вот абсолютно пустая Вообще ни о чем Ни про что Про те самые опилки Ты чего себя так принижаешь Нет-нет-нет-нет Я имел ввиду другое То есть одно от другого отличить очень легко, конечно, если ты много читал, чувствовал, и самое главное, пытался сам писать. Поэтому вот, скажем, человек, который все-таки не пытался писать, не получалось, но потом ты опять начинал писать, потому что очень хотел, чтобы было красиво, и ты очень долго мучился над этими, и что-то у тебя в итоге такое прошибало, и ты видел, что это очень красиво и это впечатляет, то тогда ты можешь отличить поэзию от непоэзии, скажем. Прочитал пару-тройку строчек, понимаешь, что ну да, конечно, это, в общем, к сожалению, не поэзия. А прочитал две-три строчки, и все, и ты понимаешь, да, ну это здорово. Мастер-человек чувствует вот эту тонкость русского языка. Мы сейчас говорим о русском, потому что нам вообще очень сложно понять, например, английскую поэзию или японскую поэзию, потому что мы не знаем этих языков до такой степени, чтобы они отзывались в нас, вибрировали. Вообще сложно переводить с языка на язык так, чтобы оставить все смыслы и эмоции, которые были. Смыслы можно оставить, иной раз, но эмоции. Смысл всегда можно оставить, и даже где-то эмоции можно, но звук, потому что это взаимосвязанные вещи. Звуком передаются эмоции на самом деле. Ну, отчасти, это тоже, это как, ну, все равно, что, например, писать картины, например, скажем, одним зеленым цветом. Ну, там, ну, как-то так не очень. Нет, есть художник, который одним черным цветом, нарисовав квадрат, стал, по сути дела... Стал художником. Стал художником, да, известным в мире. Так что, в принципе, наверное, можно, только это редко бывает. Любовь Рязанова пишет. Привет свои, только добралась до дома. Ура, я вас вижу и слушаю. В субботу была в первый раз в точке, ну, вот в точке сборки, где у нас проходил фестивальчик свое место. Там слышала джанга впервые, пишет Любовь, влюбилась сразу. Для меня это удивительно. Если Любовь слушает эфир своего радио, то она наверняка давным-давно бы услышала эти песни, кроме всего прочего. Давай так сделаем. В паузе между нашей с тобой беседой и музыкой я все-таки заряжу твою песню. Ну, так бывает, так никогда еще не было, но именно так я сделаю, чтобы люди, которые тебя услышали в первый раз вот совсем недавно и слушают сегодня под гитару, услышали полный звук. Как звучит джанга с коллективом, с музыкантами. Здорово, спасибо. Для тех, кто тебя слышит сегодня в первый раз, я не ожидал, что такое может быть, да. Бывает и такое. Ну, вот скажи мне, кстати, что касается... А ты говоришь, я скромный. Ты ужасно нескромный. Леш, что касаемо КПД, ну, так сказать, выплеска. Вот смотри, я не верю тем поэтам, художникам, писателям. Я верю тем поэтам. Художникам, писателям. Мы начали уже. Пошел на Яковский, да, я понял. Я не верю. Которые говорят, что мне плевать, что меня не читают, не смотрят, не слушают. Я занимаюсь творчеством. Пусть это все останется пока в столе. Я это делаю для себя. Я не верю, не верю, потому что творческий человек, актер, знаешь, как мама моя актриса всегда говорила, что артисты это женская профессия, не мужская. Потому что человек на сцене или перед камерой это нарцисс, мужчина нарциссом быть не может. Так что артист, он немножко не мужчина, артист, немножко женщина. Вот. Я это тоже помню всю жизнь, поэтому ушел из театра, стал радиоведущим. Ну, это, да, более мужская профессия. Да ладно, ладно. Хотя, ну, есть же там Сталлоне, там и все такое. Я немножко... Сталлоне? Я же говорю об артистах, дорогой. О нарциссах. А, ну... Я же об артистах. Леш, ты же не путай. Ты что, Сталлоне сюда приписал? Я не верю. Я говорю тем, кто вслух сообщает, что для него неважно, кто его аудитория, вообще есть ли она или нет. Что для тебя есть творчество? Понятно, что это выплеск собственных эмоций, но ведь надо, чтобы это слышали и видели. Надо, чтобы это любили. Иначе зачем работать творческому человеку, чтобы люди говорили, да что он пишет? Ну, невозможно слушать вообще. А ты говорил, ну ладно, я еще напишу. Но так же не бывает, правда? Надо, чтобы любили. Вот скажи мне, что такое любовь публики и как ты, собственно говоря, оцениваешь? Как ты видишь, любят публики, тебе нравятся публики песни не только, потому что они пляшут пьяными, а вот вообще в принципе? Или нет? Ничего, кстати, пьяный человек достаточно искренен. Он искренне любит, я понимаю. Всех. Всех, да. И поэтому, конечно, гораздо проще, так сказать, войти в резонанс. То есть надо сначала перед концертом напоить, а потом... Да, есть такая практика. Надо дать публике немножечко выпить. Выпить. Хотя, ну опять же, это смотря где выступать. И вот в последнее время в разных залах, то есть бывает, выступают. То есть там же никто не пьет, там люди сидят и слушают. И я, в общем, заметил, что есть несколько разных состояний, и они, в общем, не взаимоисключающие. То есть человек может сидеть, слушать и, ну как бы, чувствовать, пытаться чувствовать, ну получать, короче говоря, удовольствие от смысла песни, от голоса, или от игры на гитаре, или всей группы и так далее. То есть такое бывает. И вместе с тем он может там танцевать, он же, но в другом зале, допустим, или еще что-то. То есть, мне кажется, ну на эту тему очень много можно вообще рассуждать, конечно, что есть творчество. Я считаю, что со мной это просто так получилось, вот, случайно. Я не могу, я вообще считаю, что самые важные вещи в нашей жизни происходят нам неосознанно. Неосознанно. Да, неосознанно. Мы говорим, ты говоришь, а почему ты занимаешься, например, там, почему ты радиоведущий? Скорее всего, все-таки потому, что тебе это нравится. Это в первую очередь. Если бы это не нравилось, ты бы это не делал. У меня не было выбора. Не было. Пришлось переквалифицироваться в управдомы, да, то есть в радиоведущий. Я считаю, что это в первую очередь. Как только это перестает нравиться, нужно быстренько прекращать этим заниматься. Но тоже так не бывает. Вот, как говорится, Бог не дает пустоты. То есть он что-то дает взамен. То есть для того, чтобы разонравилось что-то, нужно, чтобы больше понравилось что-то другое. Абсолютно верно. Вот. И поэтому я считаю, поскольку мне все-таки музыка еще до сих пор нравится, я надеюсь, еще с десяток хотя бы песен написать толковых, которые бы мне тоже самому нравились. Но вот по поводу того, что ты говорил, что все равно там слушают, не слушают, это, конечно, неправда. Вот. Каждому человеку хочется, чтобы его услышали. Потому что человек живет не только для себя, а для других. То есть он должен отдать то, что он сделал, сотворил там, да. То есть художник, который пишет картину, я сомневаюсь, что есть хоть кто-то, который пишет для того, чтобы это не увидел никто. Ну, это как бы, это странно. И очень часто бывает, когда художник, вот на примере того же Кабакова, когда художник много работает, делает свою работу, его не выставляют. Или артист пишет песни, там, певец пишет песни и их не слушает. А он себе говорит при этом, всех ненавижу. Никто меня не понимает, никто меня не ценит. Я такой талантливый, я такие картины, полотна создаю, а меня не хотят на концерты пускать, меня не хотят выставлять в галереях. То есть винит человек обычно за свою, ну, скажем, бесталантность, либо несвоевременность, может быть. Все может быть, например. Винит других, не себя. Например, Ван Гог тоже мог бы кого-то винить, но он только этим и не занимался. В этом его преимущество. Он просто делал то, что ему нравилось. Он за всю жизнь не продал ни одной картины, но, извините, он писал и получал кайф от этого. А вот это вот самое главное, это все, что... Ну, подожди, ну его просто в жизни знали, дорогой мой. Почему же? Он не продал, но выставки-то... Ну, как же. Это не тот случай, когда он писал, 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 а через столетия наконец-то сказали, вау, какой потрясающий. Ну, с Бахом-то как получилось? С Баха тоже открыли для мира, для широкого мира, открыли лет через 200 после его смерти там. Но он писал для Бога. Это вообще другой уровень. И я бы сказал, что гении, конечно, гении. То есть, к коим я себя, естественно, не причисляю. А, зря. Ну, не будем об этом. Вот, я знаю правду. Гении, они пишут для неба. То есть, они пишут для абсолюта, скажем так. То есть, пишут для того, чтобы это было, чтобы это было таким, как оно есть. А что с этим делать, их вообще не волнует. То есть, пиарить это там, извините за выражение, или не пиарить, или показывать, или не показывать. Я понял. Самое главное, что это есть. Я понял. Вот и всё. Теперь, когда я услышу от музыканта, что, вы знаете, мне всё равно, слушают меня или не слушают, я пишу музыку, я буду знать, это гений. Это тот, кто пишет для неба. Это может быть. Может, мы тоже чего-то не понимаем. Возможно, где-то и я ошибся, когда отказал человеку в интересе к его музыке, просто потому, что он гений, а я не распознал его. Такое тоже ведь может быть, между прочим. Я сейчас нисколько не организирую. Вполне может быть. Сейчас, секундочку, прежде чем ты споёшь, я не могу не прочитать это сообщение от Алексея Степаненко. Довольно часто смотрю на артистов сквозь линзу объектива. Очень часто мне видится гораздо больше, чем зрителю. В прошлом году в Меце Форте Алексей исполнял свои песни сам один. В глазах у него были слёзы. Не знаю, как другие, но у меня мурашки по коже побежали. Потому что Джанго, он искренний человек. Именно поэтому эта искренность передаётся публике вот так. Понимаешь? Ну, есть пару песен. И есть пару не моих песен, которые при определённом каком-то душевном состоянии я не могу сдержать себе слёзы. Потому что это уж очень круто, как по мне, да? То есть есть, например, я сейчас, скажем, если слушаю какие-то оперные арии, да, скажем, там Пучини и так далее. Там есть такие вещи, которые просто тебя, ну, я не знаю, переворачивают вообще всё в тебе. То есть это настолько мощная страсть, настолько мощное искусство, что ты не в состоянии устоять перед этим. То есть тогда в Меце Форте, получается, ты не свои песни пёл, а слушал Пучини? Нет, Пучини, я сопоставлял. То есть это идёт о твоих? Нет, речь идёт о моих. У меня есть пару песен, действительно, которые меня... Не, мои песни, которые действительно меня трогают. Но ты сказал, что у тебя есть и не мои, но... А много у тебя песен не на свои стихи? Нет, у меня их нет. Нет, есть только одна песня «Холодная весна». Мы в авторстве написали с Сашей Ободом, такой киевским поэтом. Вот. А так я пишу всё сам. Я имею в виду, что я могу спеть какую-то песню. Вот я сейчас недавно был в Луганске, вот. Там играл концерт, я спел... Ну, это было 23 февраля, я спел там «Тёмную ночь». Казалось бы, ну, как бы очень такая песня, в общем-то, уже слишком затасканная, как ты говоришь. Да, она и меня трогает до сих пор. Но это настолько великая вещь, то есть для меня есть абсолютные песни, да, которые... Вот то, что я говорил, из ряда абсолютного, да, например, «Вставай, страна огромная», да, то есть величайшая песня, которая навсегда, да, и которая служила определённой цели. То же самое и «Тёмная ночь». Это не просто так про, там, человека, который, там, скучает по своей любимой. Это вся попса на этом вся построена, да. Но там она же была почему-то ко времени, что всё это значило для всех нас, да, и это... Поэтому, когда ты проваливаешься в эту песню, то тебе уже надо контролировать, как бы самому не впасть в состояние, ну, транса, да. Да, то есть как бы... Да, давай петь, Лёш, давай петь. Давай петь, а то я сейчас, эти, положенные 12 песен, мы их не уложим. Но мы их поставим тогда, если они не лягут, чё, не лов-то. Меньше поговорим в следующем часе, побольше попоём. Что это будет? Так, ну, в общем, по списочку я смотрю, что здесь есть так, или пальтецо. Давай пальтецо. Да. Давай, 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 пальтецо, тем более, наверняка, ждут, я уверен в этом. Да, можно, тогда мы... Поехали. Я смеялся над весной, её не помням. Я родился налегке, под дождём. Что молиться в тишине, запах солнца в окне, тайны юных вечеров. Но кто-то знал, что уходить до рассвета, ночь гроза, темнота. За спиной шесть огней над головой. Слава Богу, живой бы, но всё, как будто домой. Я искал тебя. Я искал тебя. Да. Горо, как будто бы, да. Я искал тебя. Да, я искал тебя. Я искал тебя. Первым вздохом, где небесная земля, Паладырь, скоро берег, скоро дом, Скоро вместе вдвоем и нам навстречу звезды. Пальце, папироса и в лицо, осень полбеды, полдороги. До солнца пальца, папироса и в лицо, осень полбеды, полдороги. До солнца пальца, папироса и в лицо, осень полбеды, полдороги. Тихий-тихий голос твой, слава Богу, живое, тихий-тихий голос. Тихий-тихий голос твой, слава Богу, живое, тихий-тихий голос. Вот он вот что спрашивает. Данная песня посвящена вымышленному или реальному человеку, имеется в виду. И что вы чувствуете, когда исполняете такие любовные песни? Я спрашиваю тебя так. Песни, которые ты сочиняешь, песни, которые сочиняются, они ведь с чем-то связаны? В любом случае, эмоциональные какие-то потрясения. Может быть, какие-то события. Может быть, что-то, что мелькнуло, и ты вдруг решил, что это должно стать частью, а может быть, даже целой песни. Что становится стимулом для написания песни? Ну, во-первых, их надо писать. Как сказал мой товарищ Женя Гришковец. Он меня сильно поддержал. На самом деле у меня была такая как-то депрессия, апатия. Ничего не хотел делать. Он говорит, слушай, если ты не напишешь эти песни, их просто не будет. Мне это впечатлило. Думаю, как не будет. Действительно. Да, как в фильме «20 лет спустя». Как не будет. Ну, то есть, типа, как не рожать там 15-го, да? Вот. То есть, это как-то... Легко тебе рассуждать. Как не рожать 15-го. Мне-то да. Вот. То есть, хочется сделать что-то хорошее. Просто вот и все. Вот, собственно говоря... А поскольку я человек с определенной степенью чувствительности, то есть, скорее всего, чувствительность у меня достаточно высокая. Вот. Потому что я чувствую какие-то внешние, внутренние вибрации там и так далее. То есть, например, я чувствую там злая сейчас атмосфера, хорошая или плохая. Сейчас какая-то... Нет, сейчас как раз хорошая. Сейчас очень хорошая, да. Отлегло. Вот. Да. Да, ну, такое бывает. Такое бывает. Вот. И просто исходя из этой чувствительности, ты можешь понять вкус переживаний. Вот и все. То есть, ты это ощущаешь на вкус фактически. То есть, ты знаешь, что такое там боли от разлуки, да? Ты знаешь, что такое надежда. Есть вещи, которые фундаментальны вообще в любом творчестве. Это вера, надежда и любовь. Все песни именно про это, да? Да. То есть, человек надеется. Особенно наш человек, русский человек. В этом весь смысл, мне кажется, вообще русского языка творчества. Это надежда. Это... 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 Великая вещь. И, кстати говоря, не только для себя. Вот что самое главное. Для кого-то другого. Вот несколько моих песен, написанных, так сказать, в каком-то серьезном вдохновении, они были совсем не обо мне. То есть, в основном мои песни, они ко мне, в общем-то, очень-очень далекое отношение имеют. Я их озвучиваю просто. То есть, это не обо мне. Это не я возвращался там осенью, да, с военных действий. Это не я там куда-то бежал в атаку. Это не меня бросали, это не я бросал, да, это кто-то другой. Но я это могу понять. И я могу это передать. И это красиво, да? Да, ну не, когда передаешь так, то это красиво. В этом смысл. Я, к сожалению, я так не могу. Я вообще не рефлексирую на внешние события. Вообще никак. Вообще никак. То есть, если что-то происходит, я могу испытывать какие-то эмоции и так далее, но об этом я писать не буду. А о чем тогда? Ну, о том, о чем... Книжку прочитал. Нет, телевизор посмотрел. Нет, это бывает. Все может быть. Может посмотреть какой-то фильм, который тебя очень сильно зацепил эмоционально. Поймал эмоции. Ты находишься в возбужденном эмоциональном состоянии. Ты как бы где-то там отчасти не уравновешен. То есть, тебе не все равно, скажем так. Нет ситуации безразличия. Такого дивана, такого чипсового, пивового состояния такого нету. Смотрим футбол. Есть состояние нервное, как писал Маяковский. Немножко нервное. Вот. Поэтому... Он сейчас посмотрел на меня, да, Филипп? Он, знаешь, такой немножко нервный. Филипп здесь... Группа, да. Немножко нервный. Тусит у нас в студии. Ничего дома не сидится. Видимо, немножко нервно дома. Да. То есть, в принципе, я считаю так, художник не должен быть голодным. Художник должен быть нервным. Он должен нервничать. То есть, он должен обнажать, как Высоцкий пел, да, и режут свои большие души. То есть, вот это, пожалуй, да. То есть, художник должен быть на нерве. Условно говоря, я так понимаю, если вдруг художник находится в состоянии творчества, и кто-то ему попытается сказать, что успокоится, он говорит, я психую, потому что я творю. Уйдите все. Да, ну, можно таблетки его получить. Бошку разобью. Да, да, да. Все. Теперь я тоже знаю, у мужчин теперь творческих есть оправдание. Если он психует, значит, он творит. Он творит. Не лезь под руку. И что он творит, это... Это уже не имеется. Время покажет. Там, да, годы все растает по местам. Если сегодня не оценит, то оценит через 200 лет. Есть примеры тому. Ты сам рассказывал. Серьезно, мы уже такую теоретическую базу сейчас подведем. Значит, Виктор Соколов, вот что пишет в группе ВКонтакте. Не знаю, что тут сказать. Слушаю впервые. Еще. Вот еще один. Бардовская или авторская песня не суть, пишет Виктор. Просто слушаешь и улетаешь. Хороший голос где-то напоминает Владимира Семеновича. Вот так вот даже. И где-то Марка Бернеса. По текстам так Алексея можно вставить, поставить в один ряд с Бронемиром Пашей Пиковским. Вот как-то так. При всей моей любви к Бронемиру, то бишь и Паше Пиковскому, уж прошу прощения, Виктор, но это их можно поставить в один ряд с Джанго. На секундочку. Во-первых, хотя бы потому, что Джанго существует как творческая единица с хитами, известными всей стране, в отличие от вас, Виктор, уже много лет. А Бронемир и Пашка, они совсем еще молодые, я бы сказал, юные дарования, но очень талантливые, между прочим. Сейчас есть очень много, я пытаюсь читать современных ребят, там есть такие, я просто не могу сейчас навскидку сказать фамилии, но потрясающе просто пишут. И поют как, сейчас это речь не о поэтах, это, ну как они поэты, по сути, речь об исполнителях, что Бронемир, что Паш Пиковский, это ротируемые в эфире своего радио замечательные исполнители. Причем они действительно, вот Бронемира, я обозвал в свое время злым Башлачевым, это правда, он современный Башлачев, но сути своей, вот мое мироощущение его, оно только злой. Только злой, да, потому что он с матировочком позволяет себе тексты, но они, эти матировочки-то, они, в общем, к месту. А Пашка Пиковский, это такой лирик, лирик Иисусик такой, вот я его назвал в эфире Иисусиком, потому что очень похож, бородка, волосики такие, он очень добрый и отзывчивый, открытый человек, и вот на него смотришь, слушаешь и понимаешь, что если у мухи сломается ножка, он ей ее починит, он ее со стола не смахнет. Вот такой вот он, правда. Но они совсем еще молодые ребятки, и как раз я Виктора и хочу поправить, это им надо становиться в один ряд с Алексеем, то без Джанго. Что касается бардовской песни, Виктор, просто сегодня Леша один, без коллектива, он к бардовской музыке и к песне не имеет ни малейшего отношения, вы в этом убедитесь в паузе между первым и вторым часом эфира, одну из песен в полном звуке, я все-таки поставлю, мне кажется, это будет справедливо и абсолютно нужно, раз уж сегодня появляется еще один человек, который слушает тебя в первый раз. Давай что будем, кстати, ставить в эфир, чтобы я это не пел, чтобы два раза не слушать. А что ты сейчас хочешь спеть? Я бы поговорил лучше. Нет, 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 нет. Я шучу. Что бы ты хотел сейчас спеть? Ну, вы знаете, я вообще хочу спеть песню, которая, в общем-то, ну, редко где звучала, не знаю, может быть, это, может она и не прозвучит и сейчас, давайте попробуем, я не знаю, попробуем испытать. Надо мной песню. Давай, давай, можно. Пойдет? Это можно, да? Это разрешаю, да. Надо мной взяли, вылили в небо океаны молока. Надо мной машут крыльями зачарованные облака. Помолчи на дорожку, и только эта высота надо мной. Надо мной. Надо мной. Надо мной. Встретимся там, где в тумане мосты. Где я лечу над весенней травой. Где по ночам ветер в окна и ты. Что-то опять поешь надо мной навсегда. Не прощаются те, кого уже не разлучить. Кого ждут, возвращаются. Кто любим, снова будет жить. За пылим, белым полем. Встретимся там, где в тумане мосты. Где уходить вдаль не надо весной. Где по ночам ветер в окна и ты. Что-то опять поешь надо мной. По ночам ветер в окна и ты. Как gloом нет по нему, слышишь. Где по ночам ветер в пятна. Где по ночам ветер в экстриле. Встретимся там, где в тумане мосты Где я лечу над весенней травой Встретимся там, только сегодня ты Что-то тихонько спой надо мной Снова пой надо мной Снова пой надо мной Ну что, двигаемся дальше. Напомню, Джанго сегодня здесь, в программе «Живые». Один, без музыкантов, без аккомпанементу, гитара. Но этого достаточно, на самом деле, потому что он хорош в любом, как мне кажется, соусе. В любом исполнении. В следующий раз я с Бояном. Хорошо, хорошо. Это будет очень неожиданно. С двумя. Ну, порвать, чтобы. А, один рвём, друг на другом играем. Я понял. Тут народ спрашивал, что за инструмент у тебя, что за гитара. Расскажи. Ну, гитара называется «Сент Пайпер». Это такая малосерийная версия какая-то. Японская гитара, на самом деле. А звучит понятно. А звучит по-нашенски. Да, да. Да, да, да. Что в ней особенного? Она, правда, выглядит немножко странно. Странновато. Да, да, дырки нету. Она чем-то заклеена сверху. Это такая, в общем, она... Чё? Ну, в общем, она такая, да. Хотел пошутить, потом передумал. Да, это полуакустика. Но чтобы было понятно, это не акустический инструмент. Это гитара с подключением. Поэтому и дырки нет. Не, она и так звучит нормально. Мы же поставили здесь микрофон тоже. Ну, этот микрофон для того, чтобы снимать звуки пальчиков твоих. Это Миша Шкаренков изгаляется уже. Нет, я вам скажу, если сейчас убрать микрофон, вот сейчас можно попробовать, да? То есть вот убрать сейчас микрофон. Вот как она звучит. Вот она без микрофона. А вот с микрофоном. Ну, громче-то. Ничего себе пальчики. Понятно. Ну, чтобы никого не путать, подобный инструмент, имею в виду электроакустика, это гитара с подключением, как электрогитара. А ещё, если поставить микрофон на подзвучку, то, в общем, слышны и внешние звуки. Это уже такое... Ну, микрофон вообще, на самом деле, всегда красивее, чем вот эти все железные прибамбасы. Согласен. Вот, а по поводу гитары, я просто... У меня единственная гитара концертная, больше других нету. Вот, но я, как бы сказать, предпочитаю не иметь много гитар, а просто на одной хотя бы научиться играть нормально. А то есть люди, которые коллекционируют гитары, по 20, по 30 гитар, а потом смотришь, а играть, ну, как бы, так себе. Ну, коллекционеры, не музыканты, это же разные вещи. А, ну, это может быть. Знаешь, есть хороший анекдот по этому поводу, когда... Да есть, коллекционеры лучше играют, чем музыканты. Я понимаю. Чукчукча принёс своё произведение. Уж простите меня, Бугороди не хотел обидеть Чукчей, но анекдот старый такой, забавный. Когда принёс своё произведение в Союз писателей, так сказать, чтобы стать членом Союза писателей, там прочитали его произведение, ну, и пришёл он на разбор полётов. Ну, и человек, который с ним беседует, как-то очень вежливо, интеллигентно пытается дать ему понять, что, в общем, фуфлон написал, понятно, нанял. Вот. И как-то так издалека заходит, скажите, пожалуйста, «А вы читали что-нибудь из классиков? Толстого, Пушкина, может быть, может быть, Булгакова?» Он говорит, «Ну, Чукча, однако, не читатель. Чукча, однако, писатель». Вот это о тех коллекционерах, которые, собирая инструменты, не умеют на них играть. Давай попоём чего-нибудь хорошего. Так, я вот думаю, может, вот эту песню спеть, которая уже как бы надоела. Вот эта песня. Вот эта песня номер семь. Вот эта песня. Это название скажи. «Холодная весна». Ну, наконец-то. Будем, будем. Обязательно будем. Поехали. Напомните о себе, так сказать. Давай. В полной мере. Холодная весна Спят дальние огни Как долго я искал Мечту моей любви Хороводит снег с дождём Мечта дорогу мне согрей Тебя, весна моя Увидеть надо Будет теплей Как плакала весна Что там будет впереди Вдаль птица улетала Любовь мою найди Хороводит снег с дождём Мечта дорогу мне согрей Тебя, весна моя Увидеть надо Будет теплей Хороводит снег с дождём Мечта дорогу мне согрей Тебя, весна моя Увидеть надо Будет теплей Субтитры подогнал «Симон» 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 Да это тебе спасибо Дорогой И мне тоже Ну вот, хорошо Всем спасибо Всем хорошо Всем сестрам Постерьгам Народ действительно радуется Классная песня Ну вот пошла плясать Ну и так далее Срываем голос Холодная весна Это пишут люди Олег Коральник Землячок твой Из Харькова Да, он директор группы Дороги меняют цвет О, хорошо Я недавно познакомился С ребятами Да, да Мы переписывались Перезванивались Я послушал альбом Вот Олег как директор Вот он что пишет Наоборот же нужно петь Узнаваемые песни К чему это? Стеснительность или что там еще? Песня же отличная Ну, в общем, он выразил сейчас И мои мысли тоже Иван Петров пишет Боялся спросить Но спрошу Сейчас, понимаете, человек нервничает Сидит, боялся спросить Алексей А любите ли вы детей? Да Конечно Есть ли у вас в творчестве Песни, стихи для детей Или какие-нибудь Песни-шутки Несерьезные Спасибо Иван очень боялся Спросить об этом Ну, это страшный вопрос Конечно Жуткий вопрос Я даже читаю с содроганием Ты понимаешь Спрашивать вдруг Есть ли у тебя Какие-нибудь песни Для детей Про детей Все мы дети Отчасти В общем-то Так Мне вообще Кстати говоря Есть такая мысль Интересная Что в принципе Это на человека На любого можно смотреть Как на ребенка То есть все мы были Маленькие Такие маленькие Из нас Кто-то остается Так сказать Маленькие 50 сантиметров Да Кто-то Такую частоту Сохраняет 50 сантиметров Вот А кто-то Теряет Вот И это Ты сейчас цепанул Такую тему Я тебе скажу Я вот сколько Давно-давно уже Эта мысль Ко мне пришла Ты сейчас Что называется Считал ее Я даже где-то писал В своих дневниках Ну имею ввиду Сейчас дневников Уже не ведут В соцсетях Я у тебя и прочитал Да Видимо Да нет конечно О том что люди Рождаются все Как бы одинаковые Одинаковые Смотришь на комочек На этот потрясающий Красивый розовый Орущий Вот они лежат В роддоме Например Стопочкой Извините за такую формулу Штук Штук 20 Так вот С табелечками Такие все классные Такие все замечательные Такие все очаровательные Мама подносит к груди Ну чудо просто И потом вырастает Вдруг нечто И думаешь Господи Как из этого Чуда В итоге Проявляется Вот такое безобразие Так часто бывает Что ты видишь Безобразие Вообще очень да Очень трудно себе Вообще представить Как вот человек Допустим Делающий какое-то зло Да Такое Явное Нехорошее Вообще Он же был Маленьким ребенком Как это вообще Произошло Вот это преобразование Как это вообще Допустил такое Вот да Да Это серьезный вопрос Тема серьезная Глубокая Если в этом Если в это сильно окунаться То мы с тобой до конца эфира Только об этом И будем беседовать Уже песни не пойдут просто Но если об этом думать Я сейчас просто Пробрасываю эту мысль Слушающим сегодня людям На программу Если об этом думать Всерьез задумываясь На тем Что рождаемся Там мы все В общем-то Одинаковыми И тут уже дело Не в статусах И дело не в соцположении Там В социальном статусе Собственном Дело не в семье Дело в том Что все мы Рождаемся Одинаковыми Господь Бог Так распорядился Дальше уже Что с человеком Происходит Метаморфозы Которые выводят Его в конце концов Либо в одну Либо в другую сторону И потом в итоге Смотришь на Получившись На результат Который перед тобой Давайте так На футбольном примере Смотришь на Одиннадцать Безобразных Балбесов Которые Типа играют Футбол Думаешь Но они же все Были когда-то Одинаковыми Как у этого Получилось Стать нормальным Человеком А этого Костоломом Так и Это стал футболистом А недавно В КВН Я никогда не знал Об этом кстати Есть команда Иртыш Иртыш переводится С языка Иртыш это кто Коми скорее всего Где-то там Нет Нет Иртыш Неважно Землекоп Землерой Землерой Вот представляешь Тебе футбольная Команда С названием Землерой Ну как они Будут играть Ну нельзя же Зарываться Носом Нельзя же Так С собой Со своей Собственной Судьбой Как человека Назовешь Так собственно Как корабль Назовешь Да абсолютно Так оно и поплывет Совершенно верно Так оно и есть Ты понимаешь Я когда узнал Что имя Семен Означает услышанный Ух ты В переводе Я понял что Моя профессия Собственно говоря Она меня сама нашла Ну так это вообще Это же знак свыше Ты понимаешь И так у многих Так хорошо подумать Над этим Хорошо въесться В эту тему Откроются удивительные Грани Удивительные Не ну если говорить О каких-то Лингвистических вещах То я недавно был В Греции А если точнее Был на Афоне Вот я жил В монастыре Неделю И в общем Все время Слушал молитвы Афон это не Афон Я так на всех Афон Это в общем православное Государство Из интересного То что там Как бы упоминались То есть они там Участвовали Эти слова Космос Допустим Космос означает мир Просто Ну энергия Энергия Понятно Икона Кстати Означает образ Поэтому кто говорит Икона Это что-то такое Чему надо поклоняться Нет Это просто образ Который напоминает Образ Спасителя Или Девы Марии Богородицы Это образ Просто представить И так далее И так далее Кстати Поликарп Например Это имя Это же греческое У нас очень много Греческих Я не удивлюсь Если Семен Это в общем-то Греческое имя Семен 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 Это еврейское имя Да Семен Ну это я не знал Алексей Понял Посмотри на меня Внимательно И знай Не ну это Хорошо Но греческих У нас очень много Имен Алексей Там Александр И все И вот тот же самый Поликарп Он как бы Плодовитый Поли это много А карп Это витый То есть я хотел сказать Что поликарп Это немного рыб Немного карпов Немного рыбы Это имя такое Поликарп Ну тут понятно Денис Шашлов Поправляет меня Имя еврейское Да понятно Что еврейское Кто ж спорит Я даже пытаться не буду Семен Да-да-да Я теперь вспомнил Да-да-да Сема Семен Семен Давай песни петь Давай Что это будет дальше Ну давай что-то такое Энергичное Да Чтобы Как это энергичное Будет называться Энергичное Будет называться Была не была Погнали Семен Семен Самодельная Самодельная Ночь Небесная Небесная Роса Ты Как радуга Ничейная До рассвета Полчаса Лето Где же ты Была Не была Звала Не звала Все опять миражи По утрам Что пела Зачем Рассказывала Свои тайны Ночным Дворам Скоро города Огромные Наши души Украдут Небо Песенки Знакомые Нам Послушать Не дадут Лето Где же Ты Была Не была Звала Не звала Все Опять Миражи По утрам Что пела Зачем Рассказывала Своей тайны Ночным Дворам Своей тайны Ночным Дворам Была Не была Звала Не звала Все опять Миражи по утрам Что пела Зачем Рассказывала Своей тайны Ночным дворам Своей тайны Ночным дворам И Пин Флойдов не запил Браво Ну что сказать Чего? Не смог Я Я Я Я Я Я Я Это из другой песни Джанго сегодня здесь И что не песня, то хит В общем, народ рукоплещет И я их понимаю Потому что действительно Каждая из песен знакома В той или иной мере Тем или иным людям Но тем не менее всплывают В той или иной степени В той или иной степени В том числе Послушай Ну Если говорить о творчестве Если иметь ввиду Составляющую Без которой человек творческий Существовать не может Это талант Кто-то, не помню Кто сказал в свое время Что гений Это всего лишь там 10 процентов Богом данности А 90 процентов Труда А талант тогда Что это? Не знаю Мне кажется Гений Или талант Это тот человек Который не может Как раз не трудиться Потому что ему Все время есть Над чем работать Потому что Все время талант Ему подбрасывает Свежие идеи Постоянные Которые нужно Разрабатывать То есть Они невозможны Конечно Ну скажем Вот взять Я помню Какой-то был Английский Фильм Про Бетхоина И там кто-то Жаловался на него Кто рядом с ним жил Племянник его Или еще кто-то Он ходит И говорит Типа напевает Та-да-да-да Та-да-да-да Что за ерунда Что за ерунда Какая-то Вот В итоге То есть Как бы И он написал Нотки Придумал Партии Для инструментов Получилась Пятая симфония То есть Гениальная Которую знают все И Вот это и был труд А гений был в том Чтобы услышать Эту мелодию То есть Тот кто не слышит Ничего То есть Кроме него Не слышит никто Услышать это Это и есть гений А остальное Работа Естественно Конечно Хайм ты знаешь Оказывается Козловский Между прочим Отвратительным был Певцом В ноту не попадал Картавил Между прочим Абсолютно Противный голос Ты слушал Козловского Нет Мне Хайм Напел Поэтому Та-да-да-дам Та-да-да-дам А кстати Что касается Та-да-да-дам Та-да-да-дам Судьба стучится в дверь А давай-ка Вы смотри Куда посмотрим сейчас Мы уже касались Детей Потому что Действительно В принципе Человек Все начинается Из детства И собственно Все человеческие Качества Закладываются В него еще До пяти лет Имейте ввиду Что после пяти лет Выбивать что-либо Из уже сложившегося Существа Практически Не можно Выбивать Это хорошо Как ковер Выбивать Если что-то Родителям не нравится После пяти лет Исполнившихся Уже ребенку Все Бесполезно Нужно как-то С этим бороться А в принципе Нужно было до Того как мы С 5 лет Думать об этом Поэтому после пяти лет Уже эта личность Это уже Не ребенок В общем В прямом смысле Касательно Ну как бы Формирования Что ли Творческой личности В данном случае Не только о тебе Я вообще говорю В целом В общем У нас сегодня Научно-исследовательская Передача А с тобой как по-другому Потому что Вот смотри Например здесь Мне с тобой интересно На эти темы говорить Прежде всего Иван Петров Написал Уважаемый Алексей Джангу Вот слушаю ваши речи Как вы размышляете О жизни Поэзии И так даже Аж слюнки потекли Вопрос Вы не хотите стать философом Нет у меня жена хорошая Сказал Да-да-да Это про диагены Что-то Да-да-да На самом деле Мы все Отчасти философ И я бы даже сказал Что Я бы хотел стать Мыслителем даже Можно так сказать Есть у меня такие амбиции Может быть Когда-нибудь Я возьмусь за перо И что-то Изложу какие-то Свои мысли Потому что Я иногда Пописываю Какие-то статейки Вот Но они в основном Сейчас касались Как бы Геополитической ситуации И я понял Что в общем-то Тут кроме меня Хватает таких Серьезных экспертов Что мне тоже В общем-то Туда это Я так просто буду Озвучивать Так сказать Ну как бы Передавать Вот как Хайм напел Вот так приблизительно Козловского Так вот я буду Передавать Вот это все Хотя я понимаю В общем-то Ситуацию Но Тем не менее Хватит уже Надо Пора с этим Подвязывать Надо заниматься Творчеством Вот Мышление Или вообще Скажем Философия Она По определению Канта По-моему Является искусством Поэтому конечно Это Это не совсем Так сказать Какая-то Даже Не знаю Как бы Философия Это очень Такое Широкое понятие Да То есть Это Некое Некое Удовольствие Даже я бы сказал Получаемое От процесса мышления Чтобы вывести Некую Некую Интересную Картину Мира Которую Человек Погружается И И В общем-то Он Он Познает Мир Через философию Но точно так же Он может познавать мир Через что угодно Хоть через автосервис Подожди Философия Это наука А каждый Ну вот Акант Говорил что это искусство Нет 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 Я кстати был у него на могиле По этому поводу Я думал ты был на лекции Напрягся Я кстати был Да я и подумал А я жил напротив этой могилы Да В Калининграде В Кёнигсберге Да У нас дом на улице Зарайской Тогда это еще был Кёнигсберг Тогда она была в том состоянии В котором ее правда можно было назвать могилой А да Разбомбленный весь был Да Ух ты Да я ж старенький Ты жил в Кёнигсберге Это неплохо Нет это был Калининград 79 год Я школьником еще был У нас как раз напротив дома была могила Канта Так называемый замок Канта Там же и да Собор Он был еще не отреставрирован Серьезно Да Мы там бегали в войнушки играть Ты что Там фашистские каски Автоматы Ты что Ого Помню были времена А теперь мгновение Хорошее у вас было детство Мы по пустырям гоняли И ни одной каски не находили А мы находили Так вот Я к чему сейчас У нас каждый Кто чутка бухнет Считает себя философом В общем проблема Бухнули за столом С братанами Сели и начали философствовать Я поэтому и не берусь за перо Я почему и говорю Что в общем философия Это некая наука Искусство Безусловно Но каждый считает себя философом И умеет рассуждать На тему прежде всего политики Спорта и женщин Если ты мужчин Все Мы все про это знаем Про то как надо управлять Страной Про то как надо играть В футбол Про то как надо любить Или не надо любить Баб Понимаешь Мужики сидят Рассуждают Вот надо или не надо любить В этом заключается Как раз философия А там как бы Играть в футбол Это уже такое Тут нет философии Тут все как бы Правда жизнь Сама расставляет По своим местам Я немножко о другом В общем-то Тебе пытался спросить Давай я сейчас перефразирую Я вечно Неправильно тебя понимаю Ты правильно меня понимаешь Ты правильно Но ты как-то уходишь В свою сторону А я хочу все же Настаиваю сейчас На вот каком подходе Философия философии Бог с ней С философией Там уж как сложится Можно по философу Суть конечно На любые темы Если хочешь Но сейчас хочется Вот о чем Если уж Творческий потенциал У человека есть Если он сложился Если его никто Не зарубил на корню В детстве После того как Родилась уже Личность человеческая Если этот потенциал Подкармливали Да Старательно подкармливали Ну так бывает Когда родители видят Что вот ребенок Хорошо рисует Давай ему сразу Мольберты покупать Кисточки, краски Педагогов нанимать Через три года Упорной работы Педагог говорит Не пошло Не будет он художником Нет будет Сказал родитель Я сказал Он будет И давай продолжать Мучить ребенка Или как Гитару всунули Ребенку в руки Или в зубы Зали в шесть лет На играй Ну не прет у него Говорят Паганини били Да Ну таки научили Все таки Ну так И всякий раз И всякий раз Родители говорят Вон отец Паганини Не бил бы Не было бы Паганини Только Паганини один Возможно На весь мир такой На весь свет На все века Ну били его Просто потому Били всех А Паганини не Может ему нравилось Кто его знает Какие у него были Наклонности Вот еще Паганини Скажи мне Как формировать Вот именно Творческую личность Как сделать Человека Хоть в чем-то Значимом Как заметить Как увидеть По философски Ну во-первых Сейчас Давай Одну минуточку Я тебе тему дал Давай импровизирую Ну я думаю Что во-первых Для начала Нужно давать Человеку самостоятельность То есть человек Должен решать задачи Что такое творчество Творчество Это решение Каких-то задач То есть Ты хочешь что-то Воспроизвести Из ничего Да То есть как бы Что такое Музыка Это что-то Из ничего То есть этого не было И вдруг оно возникло Кто-то же это сделал Как-то оно возникло Да Стоит задача Это сделать Соответственно Ребенок Там или Любой человек Да Он должен быть свободен В своих Поисках Вот это самое главное Когда родители говорят Так ты не туда пошел Ты чуть левее Чуть правее Не в ту ноту взял Это нельзя брать Все Человека Можно Вообще Похоронить Как творческую личность Этим страдают Очень многие школы Кстати говоря И музыкальные И так далее Учат играть правильно Нету никакого Правильного вообще Я вот сейчас Пытаюсь Иногда На досуге Освоить фортепиано Классические произведения Какие-то там Шопена Или еще что-то В этом роде Я слушаю Как играют великие Они все играют По-разному И все неправильно И все неправильно Да Кто-то затянул темп Кто-то тише Кто-то громче И так далее Все ищут себя На самом деле Через музыку Человек выражает себя Каждый человек Уникален Поэтому Говорить что правильно И что неправильно Это надо Ну как бы На этапе изучения техники Гамма Это нормально То есть надо попадать в ноты Нужна какая-то техника Но тоже Если слишком увлекаться техникой Можно Потерять смысл музыки Очень технично Но бездушно Технично Но бездушно Это вообще не музыка В этом нет никакого смысла Это всегда упрется В какой-то Ну собственно В потерю смысла То есть нужно давать Некие возможно Даже ребенку Еще пока Ребенку Некие пути Для саморазвития Получается Не зажимать Для отступления И для отступления Тоже кстати Знаешь как есть Очень хороший Демотиватор Я его видел давно И запомнил Но там мысль Замечательная Что родился человек И был у него Кругозор некий Некий мир вокруг него И вот мама ему Все время говорила Что не надо есть так Надо есть так Не роняй Пожалуйста Кашу на стол Занимайся тем А не этим Учи вот это Пошел он в школу Педагоги стали ему рассказывать Как надо понимать Ту или иную Философскую концепцию И вот в итоге Этот весь мир Этот весь кругозор Это все мир Ощущение Переросло в точку В точку зрения В точку зрения И вот каждый Кто пишущий Знаешь что ты сейчас Вообще описал Ты описал четко Альбом Группы Pink Floyd Стена Неожиданно для меня Совсем Я от этого не знал Неожиданно Просто опять же Ты меня не так понял Но в любом случае Вот в точку зрения Ну там превратилось в стену И очень часто Я читаю например Какую очередную Оглушительную глупость От человека Где нибудь В чате В форуме Не знаю Там их много Оглушительную глупость Я спрашиваю Зачем вы это сказали У меня такая точка зрения Да иди ты Давай споем В точку зрения Давай без Вот именно Иди ты в точку зрения Хороший посыл Посыл Оширяйте свой кругозор Друзья мои Не останавливайтесь На одной точке зрения Будьте такими как Джанго Он широк Во взглядах Он абсолютно Однозначно Мыслит категориями Несколько более Глобальными Чем собственная Точка зрения Как называется Следующая песня Раз и точка зрения Называется точка Точка зрения Не дай бог Так песню назвать Вообще Крах Ну что же Да пусть вот будет Вот это Возвращайся Ты слишком далеко Вау-вау-вау-вау-вау На глазах Облако На руках Усталых городов На заре Всех рассветом Ну зачем ты так Далеко Я скучал Я скучал По ветрам Я не знал Что для меня Так мало Тепла У огня Своих берегов Возвращайся 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 Ты слишком далеко Не спеша Льется небо И душа Привычно К расстоянию И ты, и я Раннее Зачем так далеко? Возвращайся 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 Ты слишком далеко Ты слишком далеко Ты слишком Возвращайся 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 Мне так нужно Любовь Дай своего тепла Обыкновенного На губах снеготал Мне так нужно Любовь Дай своего тепла Обыкновенного Спасибо Смотри, какие мысли Рождаются у людей При прослушивании Сегодняшнего эфира Ну, потому что он состоит Из двух частей, как ты понимаешь, да? Ты же умный человек То есть имею ввиду музыка И бла-бла-бла Так вот, Джеймс Куликов Вот что пишет Когда слушаешь разговор Алексей настолько светлый Позитивный человек Что удивляешься В песнях-то чаще Если не печаль То все равно Надрывные эмоции Грусть А вопрос такой Положительные эмоции И переживания Сложнее выразить Чем позитивные Или почему тогда Так мало позитивных песен На мой взгляд У него все позитивные Да Ну, как каждый по-своему Видишь воспринимает Мне кажется, что Ну, по крайней мере Я так чувствую Я так чувствую мир Скажем так Я говорю Говорю так А пою по-другому Да Потому что Может это какая-то Компенсация Я не знаю То есть Может быть я Ищу красоту Не в том О чем я говорю Совершенно И вообще Я считаю Что нам очень свойственно Светлая грусть Вот такая штука То есть В этом есть Определенная красота Я поскольку ищу красоту То в грусти Ее найти Конечно Проще гораздо То есть Она там есть Это величие человека В этой грусти В этой светлой Да В переживаниях В надежде То, о чем я говорил В первой части Да То есть В надежде Спасибо тебе за мемы Просто Ты просто мемами Сегодня сыплишь Когда теперь На меня будут смотреть Люди Говорят Что ты такой грустный Я буду говорить Нет Я красивый Ты же сам сказал Что это великое В великое В грусти Что-то есть Все Я красивый Я не грустный Навеселились Хлебнули водки Закусили огурцами Подрались И лицом в салат Ну Это весело Согласен Ну как русский человек Пьет он В двух случаях Не очень красиво От тоски Пьет и от радости Но беда в том Что если он пьет от радости Доходит до такого состояния Как становится тоскливым А дальше пьет уже Кстати это не всегда Возможно Как бы Определить От чего Тут народ спрашивает О твоем образовании Мне вот интересно Действительно Не помню Говорили мы об этом с тобой Когда-нибудь или нет Есть ли у тебя Профильное музыкальное образование Гарвардский институт Номер 104 Он сразу за 103 Сразу за 103 Я понял Да есть А потом 106 За углом 104 и 105 Отменили Да Расскажи пожалуйста За углом Да Вот Ну у меня Музыкальное образование Смешное очень Ну я закончил Действительно музыкальную школу По классу Классической гитары Я когда-то Ничего смешного Умел в общем на ней играть Как-то Вот Семиструн Сейчас Не ну Что же Не Шестиструнная Да Семиструнная Это слишком Седьмую струну выдавали Особо отличившимся Я на нее Не потян сзади Ставили на грифе сзади Ну Ну Я понял Вот В общем классика Классика Классическая гитара Я потом Так сказать Занимался в этом смысле Самообразованием И изучал какую-то Джазовую литературу Пытался играть Переложения делать Баха там Парочку я сделал Там лично Но уже не сможешь Показать Не 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 Это не Просто нереально Я кстати делал Вот этот вот Ну и так далее Ну это было очень быстро Говоришь не могу показать Это в таком темпе Исполнилось Та на 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 Сейчас уже не сможешь Было хорошо Да ну было хорошо Ну ты уставал Быстро Поэтому решил Петь песни Помедленнее Я понимаю Тяжело Ну в общем С образованием Разобрались В итоге У тебя никакого Кроме Классической гитары Нет Ну и потом Я поступил В училище В Киеве И через 10 дней Ушел оттуда Сбежал Прямо А просто Ну я вообще человек Идеалист Естественно Вот И я там увидел Какую-то странную Атмосферу Кто-то поступил Для того чтобы Какую-то корочку Получить Или откосить От армии Или еще что-то Девчонки там Занимались поисками Каких-то Любимых себе И так далее То есть я там Не увидел музыки Вообще Я думаю Я поступил В музыкальное училище А музыки там нет А что я тут делаю И ушел Вот Меня заменили Преподавателя Ну там Получилось так Я занимался Очень хорошего Преподавателя Михаиленко Николая Петрович Он написал Даже Канонические Скажем Учебники Для музыкальной школы Зелененькие такие Может даже Кто занимался гитарой Ты должен их помнить По цвету определить По цвету да Зелененькие такие А4 Слушай-ка Тут народ Очень требовательный Без Папагана Говорят не отпустим Вот как хочешь Ну вот шуточная Детская песня Папаган Кстати Вот спрашивали Про детские песни А вот вам сейчас и будет Да Споешь Давай А потом поговорим еще Есть пара вопросов Которые Да у нас еще время есть Да потому что Что-то еще Какая-то Одна-две песни Может заваляться Заваляемся Легко Давай Завалим и эти Погнали Давайте да Подальше от микрофона А то сейчас Будет новая крик Ночь такая Знай Убегай Если не хочешь Ай-яй-яй На уме Грошей Чемотан А в руке Пляшет Папаган Береги Южные Северы В южные Делаем Ноги Орда Да Дальние Дальние Звезды Печальные Жми На педаль Куба Да 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 Тянем Потянем Золотой Туман Улицы Подруги Нас любили Снова Тянем Потянем Золотой Туман Стоп Караван Приехали Ночь такая Знай Убегай Всего провожая Весной Встречай Лучше Обнимать Океан Чем Любовь Забытая Истакан Дальние Дальние Звезды Печальные Дыму В карманы Ай да Счастье Горстями И грузовиками Да Жалко Не Навсегда Да 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 Тянем Потянем Золотой Туман Улицы Подруги Нас любили Снова Тянем Потянем Золотой Туман Стоп Караван Приехали Тянем Потянем Золотой Туман Улицы Подруги Нас любили Снова Тянем Потянем Золотой Туман Стоп Караван Приехали Туман Туман Неожиданный Финал Послушай Здесь Сергей Малявин Поступит Всем привет Алексей Как всегда Великолепен Знаю Люблю Его творчество Очень давно Уже говорили Что это один из тех случаев Когда буквально все знают И любят его песни Но мало кто знает Кто их поет Насчет Мало кто знает Сергей Это ошибка Много кто знает Есть кто и кто Кто не очень Еще вопрос Судя по всему Алексей сейчас надолго Остался в Москве Ты же переехал Просто в Москву Перебрался А намерен он Собрать новую группу Один с гитарой Это конечно классно Но в полном звуке Это другое дело Ну во первых Я не хочу собирать Новую группу У меня есть Группа в Киеве Но мы Выдвигаемся Выезжаем иногда Вот мы были сейчас Недавно в Белоруссии Выступали Сейчас вот собираемся Ехать тут По Уралу проехаться Давай расскажи О концертах Челябинске Екатеринбург Ижевск Да и А Пермь Самое главное Да Хорошо что Пермь Вот это будет Это будет в апреле Вот Все города Челябинск Ижевск Пермь Да 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 Это все в апреле Да это в апреле Хорошо а концерты ближайшие В Москве Ближайшие В Воронеже Я сейчас не могу сказать В Воронеже пока В Ярославле Не знаю ну где Да вот пока Пока не особо есть Потому что действительно Есть Есть кое какая Сложность С тем что Ну группу Достаточно дорого Возить Сейчас из Киева Вот и Кстати говоря Я даже Определенные опасения У меня есть По поводу того что Как бы да Могут просто не выпустить То есть То что там Ковардак происходит Это Это же вообще Не поддается Никому описанию Поэтому Никакой логики Там В общем Ожидать не приходится Может возникнуть Всегда любая ситуация И когда угодно Вот Поэтому Но все равно Я надеюсь на то Что все таки Это все Разрулится И разрулится правильно По моему пониманию И Все таки Группу я сохраню Потому что мы Друг с другом давно Сколько вы лет то вместе Ну лет 10 Лет 10 Да Это уже срок Серьезный срок Ну в общем В принципе пока В Москве концертов И в Питере нет В ближайшие Ну в Москве почему В Москве будем Играть Но это в мае Но вполне возможно Что и раньше То есть Вот сейчас Кто-то заинтересовался Там из Большого клуба Я поеду Узнаю Что хотят Так что хотят Песен хотят Песен хотят Алексей Макеев написал Что надо же А я думал Ни одной его песни Не знаю Ошибся Да знаете вы Алексей Знаете Просто опять же Вот как сказал Один из наших слушателей Сергей Что вот Мало кто знает Кто их поет Вот удивительная формулировка Конечно Немножко обидная Мне кажется Есть-есть-есть Такое дело Оно совершенно не обидно Это объективная реальность Как говорится Да Ну давай будем заполнять Эти белые места Пустые В мозгу Или в сознании Объективной реальности Ты хотел еще две песни Давай вот сейчас Как раз одну из них испоем А потом А потом уже ничего не испоем Поговорим почему Ты хочешь скажешь Я вот думаю Слушай На 10 минут песню что Да Вот есть Есть такой выбор Либо Значит вот есть тут Три песни Вот думаю Что мы будем петь Значит есть песня Другая жизнь Так Есть когда придет апрель Есть венгерка Значит так И другая жизнь И когда придет апрель Есть в ротации своего радио Венгерку обязательно Вот сейчас пой А когда придет апрель Уже в конце Да Мы решили А другая Ну ладно Ты спросил Я тебе ответил Ты спросил Я спросил Ты решил Ну можно венгерку Я кстати говоря В эфире очень редко пою Очень хорошо Тем более Эсклюзивчик Кстати она коротенькая И поэтому мы можем Даже и Хорошо Повалов Пой Пой пожалуйста Хорошо Дам ты себя Здесь Кстати слушай Действительно Какой-то диссонанс Получается Да Я что-то Какие-то шутки Прибаутки А песни серьезные Ты пой Не думай Я согласен Хватит тоже Все ладно Хватит А то сейчас Про точку зрения Тебе напомню Я понял Я думал Больше никогда Я думал Больше никогда Не постучишь В мое окно Не залетишь Нечаянно Я думал Больше никогда Я думал К чату В холодах Скорей забыться И забыть Что видит Бог хотел Любить И вот Однажды Все совсем Не так И вот Одна Пришла она Проснитесь В юге Холода Проснитесь Июльская жара И ты Бездомная Луна Скажи Зачем Пришла Она Скажи Зачем Пришла Она И у кого Украдена Какие же люди Дураки Жить не могут Без тоски Вот Однажды Все Совсем Не так И вот Одна Дураки Больше никогда, я думал, больше никогда Не постучишь в мое окно, не залетишь нечаянно Проснись в юге холода, проснись июльская жара И ты, бездомная луна, скажи, зачем пришла она Проснись в юге холода, проснись июльская жара И ты, бездомная луна, скажи, куда ушла она И вот опять народ запрыгал и начал причитать Ну надо же, я не знал название этой песни Теперь знаю, кто поет и как она называется Вот тебе, пожалуйста, очень хорошее сегодня вечер открытие для многих Случился и это не может не радовать Но на самом деле это еще один супер хит И эту песню знают, черт возьми Мне кажется, в стране, я думал, что все, оказывается Не очень все Да, крутой артист, не отпускает спать Дышит Ваня Кокорин Ваня Кокорин Ваня Кокорин Да ладно Да Ваня Кокорин Ваня Кокорин Может, это тот самый Ваня Кокорин, который в девятой роте играл? Мой друг Может, это тот самый Ваня Кокорин Не знаю я Ну, может быть, наверное, нет А то он бы похлеще что-нибудь написал вот это думаешь нет и другой ваня кокорин это джанат а тот же на все же но они же надо у него жена несколько детей даже уже не знаю сколько сейчас трое может это не тот ваня кокорин да ну судя по прочим он не шел спать такой он пишет не 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 тот не тот нет ну что тебе сказать ну во первых хочу сказать тебе спасибо спасибо за то что ты к нам пришел спасибо за то что ты такой неизменно талантливый яркий интересный и очень скромный что важно часто даже не возражает не спасибо за то что песни твои настолько узнаваемы знаешь как часто бывает когда люди привыкли слышать песни например в исполнении в полном звуке а потом ту же песню играешь под гитару народ долго долго пытается понесу это в твоем случае не узнаваемо все сразу и это не может тоже не греть душу завтра в живых проект трижды три несколько иная музыка сегодня джанго заканчивает свою музыкальную программу в программе музыкальную карьеру свою музыкальную программу мне даже в голову не пришло такую гадость тебе сказать я так понимаю все таки мы договорились о том что когда придет апрель и мы закончим а на весенние да сейчас март на весенние мы ждем апреля мышь давай нам грусти немножко блок так давай нам немножко светлой и красивой грусти да и спасибо тебе что ты к нам пришел правда сейчас да спасибо большое вот может мне даже удастся эту я верю вам все видно свысока теплы не и не не утаит дыхание они навозят летят себе пускай в дальнем ими именами и я видеть сны не разрешаю мои вольная нам одна была душа на двоих и будет полдень и превратимся в пульс и переполним любовью вены улицы дождями ночь лей раздольная я не помню небо мне не больно я видеть сны не разрешаю мои вольная нам одна была душа на двоих и кто-нибудь пускай мечтая мчит по мокрым спинам пустырей где душу ветром заживляя мне так я видеть сны не разрешаю мои вольная нам сейчас ты к не вольной не я видеть сны не разрешаю мои вольная нам лошадь не вольная сумма пустырей где душа на двоих Вольная, нам одна была душа на двоих, на двоих. Я верю вам.